В центре падённой работы в городе Сентровельштадт, Вирджиния, Феликс Сета из Батемалы пришёл в поисках заработка. Ему 34 года, из которых последние 7 лет он живёт в США. Феликс с трудом говорит по-английски. Большинство людей из моей страны находятся здесь, потому что нам нужно кормить семьи. Покупать еду, одежду, оплачивать, обучение детей — всё то, что нужно семье. Для того, чтобы поддерживать связь с родителями, женой и двумя детьми, он использует социальные сети в интернете. Я планирую вернуться, потому что с каждым днём всё больше и больше скучаю по своей семье. Молли Мадре Сантьяго руководит Центром падённого труда. Сотрудники центра стараются защищать права временных работников, что сложно, поскольку у их подопечных нет документов. Из-за того, что они эмигранты, их легко эксплуатировать. Мы здесь следим за тем, чтобы такого не происходило. Людям обычно платят не меньше 12 долларов в час за любую работу. Сальвадор Сармьенто представляет национальную сеть, организующую работу Центров падённого труда. Он говорит, что неполная оплата труда является серьёзной проблемой в США, особенно для падённых рабочих. Однако, даже являясь нелегальными эмигрантами, эти люди имеют право на справедливую оплату труда. В законе всё прописано чётко. Конституция США защищает всех работников, независимо от того, есть у них документы или нет. И неважно, эмигранты они или граждане страны. Сотрудники Центра падённой работы собирают и систематизируют информацию о работниках, чтобы быстро находить для работодателей подходящие кандидатуры. Центр не только находит работу для желающих, но также организует их бесплатное обучение. Наибольшей популярностью пользуются уроки английского и обучение навыкам ремонта жилья. Сегодня Феликса и его друга нанял Остин Акаселла, которому нужно убрать листья во дворе. Я благодарю Бога за возможность жить в этой стране. Хотя многое приходится пережить, когда сюда приезжаешь. Я благодарен за то, что у нас здесь всё хорошо. Я очень благодарен людям, открывшим этот центр, который для нас так важен. У Феликса есть мечта. Он говорит, что однажды накопит достаточно денег и вернётся домой, к своей семье. Спасибо.